Приветствую вас, меня зовут Санина Катерина, я дизайнер и декоратор. И сегодня второе видео из серии «Ремонт шаг за шагом». В первом видео мы с вами обсудили, как составить бюджет, как распределить смету на строительно-ремонтные работы. А в этом видео мы с вами поговорим о том, как нанять специалиста, как определить самую лучшую строительную бригаду. Мы сегодня поговорим о трех моментах. Первый момент – это поиски рабочих. Второй момент – это расценки. И третий момент – это составление контракта. Поиски. Для начала рекомендую вам, конечно же, обратиться к дизайнеру-декоратору. Дизайнер может порекомендовать вам специалистов, либо у дизайнера есть свои специалисты, либо дизайнер знает, с кем работать. Если же вы решили делать ремонт самостоятельно, тогда поспрашивайте у близкого окружения, у соседей, друзей, у тех, кто недавно делал ремонт, могли бы ли они кого-либо порекомендовать вам. И обязательно спрашивайте, интересуйтесь, было ли какие-то недопонимания, либо что-то очень понравилось, либо в чем-то были конфликты, потому что все люди разные, и то, что понравилось, допустим, вашим друзьям, может категорически не понравиться именно вам. Поэтому взвешивайте все «за» и «против», и сначала ищите в близком окружении строителей. Если же в вашем окружении никто не делал ремонт в последнее время, конечно, вы можете обратиться на строительный портал, либо уйти в интернет в поиске, но здесь очень большие риски, будьте внимательны. Второй момент – расценки. Когда вы уже нашли и определились со строительной бригадой, либо вы выбрали несколько строительных бригад, попросите их составить перечень работ и смету строительных работ, и состав строительных материалов, для того, чтобы вы могли сравнить, и для того, чтобы вы могли выбрать для себя. Обязательно внимательно посмотрите стоимость и сравните примерно со среднерыночной. Если вдруг эта стоимость отличается в большую, либо в меньшую стоимость, выясняйте, почему. В большую, возможно, это обусловлено качеством строительных работ, уровнем строительных материалов, стоимостью их, либо просто строительная бригада хочет больше денег. Если же в меньшую стоимость, это тоже должно вас насторожить, потому что, возможно, в процессе ремонта могут возникнуть дополнительные какие-то расходы, о которых вам сразу не сказали, но все равно строительная бригада сделает и возместит все свои расходы, которые были произведены в процессе ремонта. Очень важный момент, что лучше брать бригаду комплексно с прорабом, потому что, когда специалисты отдельно, они могут конкурировать с друг с другом, и чаще всего у нас так встречается, к сожалению, в том, что он же электрик, он же сантехник, и когда вы его приглашаете, специалиста как электрика, на объект, где уже есть, допустим, сантехник, он может критиковать работу, либо находить какие-то подводные камни, либо просто мешать, проводя трубы там, где, допустим, должно идти сантехническое оборудование. Такое, вы не удивляйтесь, такое очень часто встречается, поэтому идеально, если будет строительная бригада во главе с прорабом. Во-первых, будет один человек, который будет отвечать за весь комплекс строительных услуг, с которого вы сможете уже тогда и спрашивать, и он будет нести ответственность. Да, зачастую это будет стоить дороже, в связи с тем, что прорабу, конечно, тоже надо будет за сопровождение платить деньги, но зато вы будете уже тогда понимать, с кого спросить, вы будете понимать, что есть человек, который смотрит и контролирует процесс ремонта. Очень внимательно попросите, когда вы выберете уже строительную бригаду, сделать подробную, детальную смету, идеально разбить ее по этапам и оплачивать уже по этапам. То есть первый этап, вы оплатили предоплату, этап закончен, вы доплатили остаток. Так будет и лучше, и удобнее вам, потому что это будет небольшая сумма, и так вы сможете контролировать весь этап ремонта. И если вдруг вам что-то не понравится, какое-то качество работ, либо вас будет что-то смущать, и будут какие-то конфликты, вы всегда сможете остановить рабочих на определенном этапе и найти в случае необходимости других. А если вы будете оплачивать сразу за весь ремонтный процесс, тогда вам будет труднее и сложнее это сделать, и соответственно вы практически никогда не сможете вернуть свои деньги обратно. Поэтому будьте внимательны в этом вопросе. Также в смету строительную должны входить такие моменты, как уборка мусора, организация строителей, жизни строителей на объекте, то есть, грубо говоря, туалеты, какие-то места охранения, места и приема их пищи. И очень важно определить режим работы, потому что, допустим, во многих новостроях сейчас есть определенные часы, в которые можно работать и в которые нельзя. И если что штрафы, заработав в неурочное время, будете платить вы. Поэтому оговорите сразу со строительной бригадой, что они могут делать в перерыв, какие работы они могут производить, допустим, без шума, либо подготовительные, либо в этот процесс, в момент перерыва они могут закупать строительные материалы. Да, и очень важно, разговаривайте, спрашивайте. Вы делаете ремонт. Вы не строитель, вы не дизайнер, вы не обязаны знать все строительные, дизайнерские термины и какие-то строительные жаргоны. Вы уточняйте и спрашивайте, разъясняйте, что имеется в виду, а что сюда входит, а что сюда не входит, а что будет дополнительно оплачиваться. Потому что вам могут ставить смету, а потом сказать, а, ну это надо сделать, но мы не учли. А почему? Ну почему. Поэтому очень внимательно все читайте, выясняйте, что входит, что не входит, что будет оплачиваться дополнительно. Это очень важно, и это поможет вам сэкономить и сберечь ваши средства. Также, если вы в начале уже сотрудничества утвердили определенную смету, а потом, возможно, ну бывает в нашей стране, там курс доллара поменялся, либо строительные материалы стали дороже, либо вы просто передумали и решили класть другую плитку, выбрали, да, тогда все изменения в стоимость, в смету вносите письменно, обсуждайте с двух сторон. Вы и прораб, да, либо вы и представитель строительной бригады и фиксируйте это все в письменном виде во избежание недоразумений и каких-то обид и конфликтов. И третий момент, обязательно заключение контракта. Хочу сказать, что в нашей стране, наверное, никто не заключает контракт с прорабом и строителем, но очень важно хотя бы просто прописать, можно не юридический контракт, а хотя бы прописать на встрече важные моменты. Первый момент, какие работы должны быть произведены согласно утвержденной в смете. Второй момент, какие часы работы, я уже говорил в этот момент, какие часы работы будут ежедневно. Третий момент, какие, когда будут по этапам, либо когда, какие работы будут начаты и завершены, чтобы вам, чтобы вы понимали и имели представление длительность каждого этапа. Процесс оплаты поэтапный, либо сразу, либо авансовый платеж. Это сразу необходимо учесть и обговорить в самом начале при заключении договора. Очень важный момент, что входит в конечный этап. Допустим, некоторые считают, что они поклеили обои и работа закончена, а то, что вокруг все в клею, валяются остатки обоев и все вокруг грязное, ну, у нас мы обои поклеили, все, этап закончен. Обсуждайте и выясняйте, и идеально, что каждый этап должен заканчиваться уборкой. Поклеили обои, должны быть выброшены все остатки и убран пол. Постелен пол, должны быть выброшены все остатки, либо сложены в определенное место, да, и убрано за собой, то есть покрасили что-то, должна после каждого этапа оставаться чистота на объекте, особенно перед установкой встроенной мебели. Также в контракте, я уже сказала, это повторюсь еще раз, очень важно, в контракте, либо вот в этом письменном условном договоре, вы должны с бригадиром, с прорабом обсудить момент организации жизни рабочих на объекте. Вы должны быть готовы к тому, что чаще всего люди, которые занимаются отделочными работами, это укладка плитки, строительные работы по выравниванию стен, чаще всего эти люди могут жить у вас на объекте. И даже если не живут люди на объекте, то в течение дня они там находятся, и для них необходимо создать условия труда. Это тоже обсуждайте с прорабом. И напоминаю вам еще раз, делите весь процесс на этапы и платите авансово частями по каждому этапу. Это поможет вам контролировать процесс, это поможет уберечь ваши средства, и это поможет больше контролировать и мотивировать строительную бригаду. Я рассказала обо всех моментах, если вдруг я что-то упустила, либо что-то у вас сейчас есть такое наболевшее в процессе ремонта, либо какие-то есть у вас вопросы по тому, как найти специалиста и как организовать работу со строительной бригадой. Пишите в комментариях, я отвечу на все ваши вопросы. С вами была Санина Катерина. Проходите ремонт шаг за шагом и живите уютно и комфортно.